И всем привет ребят, с вами Старбанкин, здесь я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, только-только у нас закончился новый видеоблог, ну а я спешу к вам с новостями, с его обзором, с тем что нам рассказали, ведь информации много и много интересной и полезной, что самое главное информации, о которой мы сегодня вместе с вами поговорим, дальше вы в комментариях напишите свою точку зрения по этому поводу, согласитесь, не согласитесь с моей точкой зрения, ну и конечно за оперативность, за скорость буду признателен, если поддержите данный видос лайком, ну и не забудете про то, что у нас есть розыгрыш по тегу моему личному, темпэшечке на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, если кто-то вдруг еще не в курсе, в описании вся информация по этому поводу имеется. Начнем мы конечно же с компенсации за дроны, она будет все-таки в кристаллах и она будет в виде 60%, 60% за именно установку шагов и ускорение не будет учитываться, то есть полную стоимость дронов нам не возвращают и изначально, когда я об этом говорил, в принципе я тоже думал о том, что полная стоимость это будет супер-супер жирно, то есть если например в моем случае у меня 10 фулкачанных дронов, которые удаляют, то за 10 фулкачанных дронов мне должны были бы дать 30 миллионов кристаллов. По итогу за все это дело мне вернут 60% от прокачки каждого дрона без ускорений, непонятно еще за саму стоимость дрона, да, будут ли возвращены кристаллы или нет, но в любом случае это как минимум 600 тысяч кристаллов за один дрон, то есть если у нас удаляют таких 10 дронов, то 6 миллионов в копилочку вкусно мы получаем вместе с вами. В принципе, ну наверное это лучше, чем вернули бы мне например батарейками все это дело, либо вернули бы, ну не знаю чем мне могли бы вернуть еще, припасами какими-нибудь, да, то есть я считаю, что лучше кристаллы, потому что быть может что-то у нас произойдет интересное в игре в ближайшее время, эти кристаллы пригодятся, поэтому 6 миллионов в принципе неплохая сумма, если сравнивать как раз таки с тем, во что это все дело могли конвертировать. Понятное дело, что 60% это супермало, да, и ну хотя бы за поставку шагов можно было бы 100% стоимость вернуть, то есть вернуть за каждый дрон по миллиону и тогда бы это выглядело бы не так плохо, потому что, ну очень большое количество игроков тратит на прокачку дронов с ускорением именно кристаллы, я в том числе тратил на бездонате на основе, да, и поэтому, ну если бы вернули бы полную стоимость хотя бы по ставке шагов, да, и то есть это было бы 1 миллион кристаллов, то я бы сказал, что это очень и очень солидно и неплохо. 60% все-таки я считаю, что это мало, и ну хоть что-то, да, да, хоть что-то, но 60% это мало. Дальше, информация у нас по поводу батареек, батарейки теперь будут также удалены из игры, батареек у нас больше не будет и за каждую батарейку нам выдадут по одному каждого припаса, то есть одна батарейка стоит у нас 300 кристаллов, нам выдадут в виде этих 300 кристаллов одну ремочку, одну броню, одну ддшку и одну нитрушку, да, мины выдавать не будут, я в принципе этому рад, например, у меня на основе есть порядка где-то 90, наверное, тысяч батареек, то есть это, грубо говоря, по 90 тысяч припасов каждых мне накинут, я и так на притяжении уже длительного периода времени не покупаю расходку, потому что расходка особо сильно не тратится, большое количество контейнеров открывается, и расходка в принципе держится у меня, так еще и батарейки в скором времени удалят и выдадут все это дело с конвертацией в как раз-таки припасы, на бездонате тоже неплохо, ддшек станет побольше, быть может снова вернусь к игре на кризисе и опять буду сливать большое количество ддшек, а потом буду опять играть без этого замечательного кризиса. Дальше, что касаемо новых устройств, у нас удаляются дроны, да, и многие вчера уже делали предположение, как будет выглядеть все это дело, и кто-то был прав, кто-то был неправ, я, например, я, например, я не ожидал такого, да, абсолютно, и я говорил, что это выглядит как-то бредово, но у нас будут устройства как дроны, да, то есть я не знаю зачем это делать, да, но это получается у вас будет двойной дрон, двойной дрон, то есть грубо говоря у вас есть дрон кризис, сверху к нему идет минерчик, либо сверху к нему идет подрывник, либо сверху к нему идет, какой у нас еще есть там дрон, у нас 4 дрона будет таких новых обновленных, вот они все 4, это спасатель, подрывник, минер, и что это за дрон, что это за дрон, штурмовик что ли, наверное штурмовик, если я не ошибаюсь, вроде как он так выглядел, может и не штурмовик, если что, напишите, если я вдруг не прав. В целом, что я могу сказать по этому поводу, идея, наверное, ну не такая плохая, да, посмотрим на ее реализацию, посмотрим насколько трудно будет достать эти устройства, то есть это будет не двойной иммунитет, да, и не двойное устройство на корпус, у вас будет просто возможность взять дрон вместо иммунки, да, заменить его, если вам, например, не нужен иммунитет, вы такие, оп, а я возьму вместо иммунки подрывничка с кризисом, да, то есть буду наваливать на кризисе, бах, в упорчик подъехал, подрывничком так бам, и контентику дал, да, я вот думаю, что, например, подрывник будет идеально сочетаться с каким-нибудь ловкачем на легком корпусе, да, я, в принципе, уже сегодня выложил видос, один интересный, если кто вдруг не видел, в описании ссылочку на него оставлю, зайдите, посмотрите, и в ближайшем будущем можно будет вот эту тему реализовывать, да, то есть подрывник плюс ловкач, при том, что там сочетание идеально подходит для как раз-таки такой реализации. Спасатель, тоже, наверное, неплохо, минер, не знаю, наверное, не особо интересно, да, и что там у нас, штурмовик, если это штурмовик, то тоже, в принципе, не контент. Подрывник, спасатель, интересно, подрывник под плюс очки, спасатель под сейв, на увозы флагов, мечей, то есть, в принципе, выглядит неплохо, но если это все дело можно будет доставать только из ультраконтейнеров в красном свечении, конечно, это будет pay to win, и это будет супердонатная тема, да, поэтому я бы на месте разработчиков попытался бы придумать, как внедрить все это дело в игру, чтобы не было особо большого хейта, да, и не было такого большого акцента именно на донат, возможно, стоит добавить это в челлендж, да, то есть, например, приподнять стоимость челленджа на тысячу танкоинов, да, вместо 700, и добавить туда, например, в один челлендж устройство на какой-то корпус с как раз-таки дроном, да, то есть, чтобы было два дрона, например, там, подрывника добавить, или там, спасателя добавить, условно, да, я думаю, что это было бы очень и очень неплохо, но пока это только начальная информация, которую нам сказали в видеоблоге, особо подробностей по этому поводу нету, но зарисовка и то, как это дело будет работать, в принципе, уже ясно, у вас будет просто двойной дрон на аккаунте, ну, и батареек больше у нас не будет. В принципе, наверное, это все, о чем здесь нам рассказали в видеоблоге, больше никаких таких интересных информаций нету, ждем наши замечательные кристаллы, которые, я думаю, что уже в середине, наверное, либо даже, наверное, даже в пятницу, может быть, в четверг, если произойдет обнова, то, наверное, в пятницу, да, наверное, в пятницу нам выдадут эти кристаллы назад, вряд ли это произойдет в супер ближайшее время, хотя, кто его знает, может быть и в ближайшее время, поэтому будем следить за определенными новыми новостями, ждем также возвращения расходки за батарейки, да, батарейки у нас полностью уходят, ну, и дальше ждем уже следующий видеоблог, который будет в следующую пятницу, с информацией по устройствам на дронах, на корпусах, с дронами на корпусах, ну, я лично думаю, что в моменте это может быть перебор, в моменте это может быть перебор, ну, а так, в принципе, зарисовка имеется, да, то есть я лично, вот, ловкача с подрывничком хотел бы видеть, ловкач плюс спасатель тоже интересно, поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу, обязательно поддержите данный видос лайком за оперативность, за скорость, за информативность, кто вдруг не видел, не смотрел, либо смотрел и ничего не понял, для вас подобного рода контентик у нас на канале и выходит, поэтому поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, ну, и не забывайте про розыгрыш, вот здесь вот, вот здесь вот, настройки, заходим в настройки, заходим в аккаунтик, темпашечку вкусную устанавливаем, дальше оформляем покупочку, и участвуем в розыгрыше на 2 миллиона кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все, пишите, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы с моей точкой зрения, у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи!